Мое приветствие всем Божьим детям! Мир и благодать да умножатся в вашем сердце! Хочу с вами поделиться для вашего назидания небольшим словом, которое, я надеюсь, когда растворится вера в ваших сердцах и произведет свою работу, обязательно принесет в вашей жизни некий плод. Давайте прочитаем книгу Галатам, 6 глава, 9 стих. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверя. Итак, обратите внимание, апостол Павел, и не только в этом месте Писания, но и в других местах Писания, Евангелие призывает нас делать добро и при этом не унывать. Наверное, когда многие из вас читали это местописание, задавались сами себе вопросом, как так можно, делая добро, унывать? Но ведь каждый из вас переживал в своем сердце, когда вы делаете людям добро, вы ощущали тут же радость и никакого уныния, правда? То есть, когда ты помог бедному, когда ты благословил сестру в чем-то, благословил брата, когда ты сделал кому-то добро с ближнему, детям, жене, мужу, соседу, врагу, даже когда вроде бы сделал добро, ты всегда ощущал какую-то радость. А здесь апостол Павел нам говорит, когда вы делаете добро, не унывайте. И казалось бы, ну, разве верующий может унывать, делая добро? Ну, наоборот, когда верующий сделал кому-то зло, он начинает унывать от того зла, которое он сделал. Разве не так? Ну, о чем же нам говорит апостол Павел? Почему же верующие унывают, делая добро? А все очень просто, на мой взгляд. Когда ты ожидаешь от людей равного воздаяния, когда ты ожидаешь, что люди, которым ты делаешь добро, обязаны тебе ответить тем же самым, когда ты ожидаешь от людей, когда ты делаешь добро с той целью, я вам делаю добро, но я так надеюсь, что вы тоже мне его делаете, а когда в ответ вы получаете от этих же людей, которым вы делали добро и неоднократно, когда вы от них получаете зло в свой адрес, когда вы от них получаете сплетни, уныние получаете какое-то от их деяний, когда вы слышите только лишь проклятие в свой адрес, вот об этом, я думаю, апостол Павел и говорил, делая добро, не унывайте. Знаете, даже в миру есть такая пословица, она, конечно же, к Евангелию не имеет ничего общего, но я думаю, она к этому подходит. И говорится следующее в народе, не делал бы добро, не получил бы зла. Знаете, это русская народная примета, которая в действительности имеет право на существование. Люди давно заметили, когда ты делаешь кому-то добро, 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 то люди к твоему добру быстро привыкают, а потом они считают, что ты обязан им делать добро, и когда ты им по какой-то причине отказал, ты становишься для них врагом. Номер один. Почему? Потому что когда ты людям всегда делаешь добро, они начинают думать, что ты им обязан его делать пожизненно. И когда ты получаешь в ответ от людей зло, проклятие, еще какие-то осуждения, вот именно это и производит в тебе уныние. Вот здесь апостол Павел и говорит, когда ты делаешь добро, не унывай. Не унывай, потому что люди зачастую, они очень быстро забывают все доброе, что ты для них делал. Вот ты можешь всю жизнь за ним делать добрые дела, но стоит лишь один раз тебе им отказать, или один раз споткнуться в их глазах, то, что ты споткнулся, это все перечеркнет. Люди быстро забудут, люди сразу сделают из тебя врага. И здесь апостол Павел говорит, делая добро людям, не унывай. Делай добро всем, а наиболее всего своим поверить, то есть верующим людям. Не унывай. Обрати внимание, ведь когда ты ждешь от людей, что они тебе воздадут добром за твои добрые дела, но в ответ ты этого не получаешь, это производит в тебе уныние. Ну уж такие мы люди по плоти, со своей плотской стороны, со своей человеческой характеристикой. Мы всегда хотим, делая людям добро, от них ждать то же самое. Но фишка вся в том, что ты не должен от них ждать добро в свой адрес. Я вам даже приведу пример на своем личном опыте, люди. Когда ты считаешь, когда ты считаешь, что люди тебе, значит, должны, значит, по-доброму отвечать на все твои добрые дела, когда ты ожидаешь от людей что-то взамен, когда ты ожидаешь, что люди к тебе будут хорошо относиться за твои добрые дела к ним, и этого не получаешь, это производит в тебе уныние. Но знаете, я научился в жизни одному важному принципу. Ничего от людей никогда не ожидать. Потому что когда ты от людей чего-то ожидаешь, но этого не получаешь, это производит в тебе уныние. Поэтому я научился никогда ни от кого ничего не ждать. Я взял себе, так сказать, на уме, положил себе на ум и на сердце. Мне никто ничем не обязан. Даже если я делаю людям добро, я не обязан ждать от них добро в свою жизнь. И вот, когда ты не ждешь от людей ничего взамен, тогда уныние не прилипает к твоему сердцу. Знаете, так даже легче жить. Когда ты сеешь доброе, но не ожидаешь ничего взамен. Так легче жить. Я советую вам воспринять такой образ для себя. Потому что, общаясь со многими верующими, я вижу, что они очень часто впадают в уныние. Они помогают одним другим, они делают добро всем, всем, всем. А потом хотят в ответ, чтобы им тоже делали добро. А когда они его в ответ не получают, они впадают в уныние. Вот поэтому апостол Павел и говорит, когда ты делаешь добро, не унывай. А теперь, чтобы не унывать, я говорю тебе, не ожидай от людей вообще ничего взамен. Просто продолжай сеять добро, и в свое время пожнешь добро, которое ты сеял и делал. Но пожнешь не от людей, ты пожнешь добро от Господа Бога, который видит твои добрые дела, и обязательно, обязательно Господь Бог воздаст тебе по твоим делам, по твоим добрым делам. Никогда не жди от людей. Воздаяние приходит от Господа Бога. Ведь это закон Божьего сеяния и Божьей жатвы. Что мы сеем, то мы и пожинаем. Сеющий в плоть от плоти пожинает тление. То есть, когда ты в плоть, пытаясь сеешь, доброе, доброе сеешь, сеешь, что в ответ пожинаешь? Тление. А что тление производит? Уныние. А когда ты в дух сеешь от духа, что ты пожнешь? Радость. Поэтому, дорогие друзья, когда вы делаете людям добрые дела, но не получаете ничего от них взамен, и даже спасибо, если вам не скажут за это, не унывайте. Не унывайте, потому что Господь Бог будет вашим воздаянием за ваши добрые дела. Приведу пример из личной жизни. Мы живем на квартире, и многие из вас знают, и женщина, у которой мы снимаем жилье, вторую половину дома, это бабуля, она нас несколько лет подряд проклинала, обзывала мою жену, называет ее гадостью проклятой, называла ее гадость проклятая, которая у нее ворует пеленки, распашонки, очки, пульт от телевизора и так далее. Ну, понимаем, бабушка старенькая, у нее маразм, все нормально. Но когда ты делаешь добро, а получаешь в ответ одно зло, вот тут может подступить уныние к сердцу. Так вот, как я уже сказал, чтобы уныние не подступало к твоему сердцу, никогда не жди от людей ничего доброго взамен на твое добро. Это мой личный опыт переживания. Когда ты этого не ждешь, когда ты этого не ждешь, тебе легче все переносить, потому что ты знаешь, все твои добрые дела, которые ты делал тому или иному человеку, они записаны у Бога, и Бог тебе воздаст в свое время. К примеру, на протяжении недавнего времени бабушка пережила тяжелую жизненную ситуацию, я снимал видео, показывал вам, она должна была умереть в течение суток, но за неделю мы ее с женой выходили. Мы за ней ухаживали, жена моя там постоянно была по несколько часов, и кормили ее, и переодевали ее, и я там ее подымал ее, моя жена с женщиной из соцзащиты там меняли ей пеленки, распашонки, ну и так далее, кормили ее, я ночами приходил, постоянно ее проведывал, волновался и так далее, и тому подобное. Вот, и, значит, ну и все равно, знаете, по плоти мы думали, ну все-таки родственники, ну, может быть, хотя бы нам там, может быть, за месяц хотя бы с нас деньги не возьмут, знаете, ну я так, вдалеке лелеял эту мысль, думал, ну может, хотя бы квартплату не возьмут, ну все-таки мы же за ихней родственницей настолько ухаживали, а не тут-то было. Я просто хочу поделиться с вами, чтобы для вас это было примером, чтобы и вы научились не ждать от людей, хотя где-то, может, вдалеке, в своих мыслях, вы что-то от кого-то доброе и ждете, да? Ну ждете ведь, правда, ведь всем по плоти нравится, когда на ваши добрые дела вам отвечают тем же самым. Но когда вы этого ждете и не получаете, вы ввергаете душу свою в уныние, а Бог не хочет, чтобы ты унывал. Не хочет. И знаете, что произошло? Когда приехала внучка, мы за эту неделю, конечно, там пережили целый стресс, когда у тебя там человек умирает, реанимации, четыре раза были реанимации, мы постоянно с женой там, у нас все мысли об этой бабушке, мы постоянно за ней смотрим, лекарства, врачи, уход и так далее, и тому подобное. Ну, думали, ну, может, как-то к нам и, значит, внучка ее снизойдет, ну, может, хоть за жилье не возьмет, значит, ну, с нас вот так лелеяли, такую мысль где-то вдалеке. Знаете, когда она приехала, не тут-то было. Оказывается, она вообще сказала, что мы паникеры, бабушка выглядит довольно-таки очень хорошо, с бабушкой все нормально, типа, зря мы ее вообще вызвали, она вот там 15 часов потратила, чтобы приехать, чуть больше там, да, 15 часов, чтобы приехать. Смотрела на нас такими глазами, как будто мы, сказала, что мы паникеры, что, короче, не о чем было это суетиться. Ну, мы так посмотрели и поняли, что, оказывается, она, видимо, ждала, что бабушка уже все это, концы отдаст. А бабушка живая оказалась, живучая, потому что молится постоянно и просит у Бога жизни. Но не тут-то было. Вообще, на мое удивление, мы думали, ну, может, с нас за жилье деньги, ну, не возьмут там, хотя бы за месяц, а с нами поступили еще лучше. Еще лучше с нами поступили. Хозяева сделали перерасчет, и мы еще оказались должные, и плюс она нам почти в два раза повысила квартплату. Это было для нас шоком, на самом деле. То есть, все, что мы сделали, за все годы, сколько мы делали добро, несколько раз бабушка чуть дом не взорвала, мы постоянно за ней ухаживали, следили, смотрели, лекарства ей, я ездил в аптеку, покупал лекарства, моя жена ходила по три раза в день, носила лекарства, ходили ей, грели обеды, когда бабушка болела, все мы делали, 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 делали добро, и тут нам, за все наши добрые даяния, нас вознаградили повышением квартплаты почти в два раза. Это раз, и все, и после всех перерасчетов мы еще остались должниками. Я думаю, о, вот это да, такой поворот событий, вот это да. Ну знаете, радостное сердце, знаете от чего? Потому что Бог благословил уже меня, аллилуйя, благословил рассчитаться. Знаете, сначала я психанул, сказал, да я вообще долги отдавать не буду. Вот первая моя мысль, я жене сказал, я вообще, это мне за моральный ущерб, я не буду никакие вообще долги отдавать, вот просто не отдам, и все, вот встану поперек, не буду отдавать долги, и все. Да я тут целую неделю на нервотрепке прожил, да не только неделю, и все это время тут живешь, ухаживаешь за ней, как за родным человеком, и тут тебе еще и вот так с тобой поступают. Ну, казалось бы, несправедливо, да? Когда я так подумал, то Бог напомнил мне, делая добро, не унывай, пожнешь свое время. Если ты хочешь пожать от людей добро, не надейся, добро ты пожнешь от Господа Бога. И знаете, когда я это воспринял, как слово от Господа для себя, это знаете, каким стало утешением? Я пришел, взял деньги, отдал ей сколько надо, Бог мне все равно воздаст, не надо мне ничего от людей, никакого, значит, доброго воздаяния, я буду в Царство Божье сеять, я буду делать добро, и не буду от этого унывать, если я не вижу от людей. Почему? Потому что я увижу добро от Господа Бога. Друзья, так относительно служения, когда ты людям служишь, тратишь время, проповедуешь, служишь им, но казалось бы, ты не получаешь от них того, чего бы ты хотел, это тебя тоже ввергает в уныние. И, как я уже сказал, я научился в своей жизни ничего от людей не ждать, не ждать от людей никакого воздаяния за добрые дела, которые я им делаю. Знаете почему? Потому что я в Царство Божье хочу сеять, я хочу собирать себе сокровища на небеса, потому что Господь Бог, видя твои добрые дела, обязательно даст тебе вознаграждение. И знаете что? Божье вознаграждение, Божье благословение, оно печали с собой не приносит. Когда Бог тебя благословляет, Он так тебя благословляет, ой-ой-ой-ой-ой-ой, что радости твоей не будет конца и края. Иисус говорит, я вам даю мой мир, я вам даю мою радость, и радости ваши никто у вас не отнимет. Поэтому в своем обращении я хочу, чтобы ты сегодня взял это для себя за основу, как и я это взял для себя за основу. Никогда не ожидай от людей никакого доброго воздаяния в свою жизнь. Делай добро всем, не унывай. Делай добро ненавидящим тебя, делай добро проклинающих тебя, и благословляй. Молись за тех, кто тебя обижает. Продолжай сеять добро в людей, и во врагов, и в своих поверье. Сей доброе семя в ихнюю жизнь, и от Господа Бога ты пожнешь в свое время. Если не ослабеешь, говорит апостол. Но я верю, что ты не ослабеешь. Почему? Потому что с сегодняшнего дня ты возьмешь для себя за основу не ждать от людей ничего. Поверь мне, тебе будет намного легче жить. Когда мы с женой взяли это для себя за основу, никогда ничего от людей не ждать. Никогда не ждать. Даже в голове не пытаться, не держать вот это. Ну а может быть, к нам тоже, значит, в свое время, значит, мы уже им делали добро, и вот мы тоже от них ждем. Знаете, когда я принял для самого себя никогда и ничего, ни от кого не ждать, даже доброго слова. Когда ты служишь людям, не жди ничего от них взамен. Тогда благословения будут приходить от Господа Бога в твою жизнь. Тебе будет легче жить, и у тебя не будет никакого уныния. Вот тогда ты будешь делать добро, и никогда не будешь унывать от зла, которое приходит в твою жизнь после твоего добра. Почему ты не будешь унывать? Потому что ты видишь, что воздаяние будет приходить от Господа Бога. Потому что от людей приходит тление, а от Господа приходит жизнь, радость, мир, любовь и благословение. На этом у меня все. Надеюсь, мое свидетельство было для тебя полезным. Пишите комментарии, делитесь своим личным опытом. Пусть Бог вас благословит. Аминь.